Музыка Кажется, что Новый год только наступил, а в стенах Одинцовского родильного дома за это время появилось на свет уже более 50 младенцев. Рождение ребенка, а тем более первенца, вызывает у женщин массу волнений. Мы познакомились с Мирославой, которая впервые станет мамой. Сегодня она готовится к встрече со своим сыночком. Персонал родильного дома делает все возможное для того, чтобы будущая мама не чувствовала себя потерянной и одинокой. Один из методов облегчения родов – фитбол, резиновый надувной мяч. С его помощью можно принимать разнообразные позы, а вертикальное положение роженицы способствует лучшему раскрытию шейки матки и уменьшает болезненность схваток. Роды – естественный природный процесс, и спешка тут не нужна. Между тем, пока женщины выполняют свою главную функцию, руководство Одинцовского родильного дома занимается решением своих приоритетных задач. На сегодня их две – закупка или обновление необходимого оборудования, а также приобретение статуса роддома третьего уровня. Начиная с 2012 года по федеральному приказу 572-му все роддома были разделены на роддома третьего уровня, трех уровней. И мы сейчас относимся к роддому второго уровня. Для того, чтобы оказывать всю необходимую помощь нашему населению, конечно же, третий уровень нам позволит брать всех самых даже очень тяжелых пациентов. Для достижения таких серьезных целей Одинцовский родильный дом имеет все необходимое. Главное – огромный опыт. Пациентки отмечают, что в медицинском учреждении работает высоко квалифицированный коллектив врачей и акушеров. Все они проявляют огромное терпение и оказывают всестороннюю помощь и поддержку, как во время родов, так и после них. Одинцовский роддом меня очень порадовал. Роды прошли хорошо, чувствуем себя тоже хорошо. Все оказывают помощь и даже при условии, что мы в празднике здесь, внимание, мы не облилины. Одинцовский родильный дом предлагает будущим мамам безопасные мягкие роды в комфортной и доброжелательной обстановке. Но чтобы избавиться от всех сомнений, можно прийти сюда на день открытых дверей, который проводится дважды в неделю. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».